Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Значит, мне хотелось бы внести ясность в новость, которую вчера вечером опубликовали о том, что убили бывшего спецназовца, молодого сибиряка Никиту Белянкина. Вы развернули в комментариях, помимо адекватных комментариев, как обычно, того, что действительно мы обсуждаем в рамках этой новости, и того, что парень неравнодушен был и вмешался в неравный бой 10 человек с двумя, вы приплели туда и причины войны в Сирии, так как он был спецназовцем Гру бывшим, и четыре командировки у него было в Сирии. И причины войны в Сирии, и почему мы там оказались, и что он убивал там, так сказать, мирных жителей, и еще случай, как убили, так сказать, трое полицейских, значит, лицо кавказской, так сказать, внешности, и то, что Ставропольский край, я назвал, значит, тоже это кавказцы, и надо разъяснить, и вы все, кроме одного, вот, рамки себе поставьте, есть новость, убили молодого человека, бывшего спецназовца Гру, да? Почему я повторил 10 раз бывшего спецназовца? Потому что это элиты считается, да? Но мне тоже непонятно, почему он не оценил боевую обстановку, но, видимо, он рассчитывал, что это какая-то рядовая ситуация, и он с травматом постреляет, так сказать, и они разбегутся. Собственно говоря, так и случилось, я вам сейчас прочитаю. Но, все дело в том, что вы, когда новость обсуждаем, вы тогда напишите, что, слушай, давай снимем видео о том, почему мы в Сирии оказались, о причинах там, чего мы делали, да? О том, что там происходили, какие преступления, если они происходили, это одна тема, так? Дальше, давай снимем видео, если ты не в курсе, да, вот, сообщите в комментариях, что трое полицейских там убили, например, выход из Кавказа. Так, давай снимем и пообсуждаем это видео, вот эту тему. Или же, например, давай снимем относительно того, как ведут себя лица из Кавказа, например, в Москве, да? Или, что изменилось там, тенденция последних 20 лет, к чему, да, идет? Это разные темы. И невозможно, понимаете, в одной теме свалить все в кучу. Вот вы все в кучу свалили в одной теме в прошлом видео, в комментариях. И, помимо того, что малая часть людей обсуждает действительно то, что случилось, вот, и то, что говорится в этом видео. Все. Все. Не надо все, вот, мы снимаем, если про галстук, не надо там валить про велосипеды, понимаете? Велосипеды, гладильные доски и книги. Давайте говорить о галстуке. Если вы хотите поговорить о велосипеде или там о гладильной доске, можете мне написать, я сниму видео о велосипеде и поговорим о нем. Но валить все в одну кучу, и один человек написал, что мы напали на Сирию, это следствие, это Россия напала. Россия никогда не нападала на Сирию. Вы немножечко, хоть чуть-чуть разбирайтесь в геополитике. Баш Рассад обратился к Сирии за военной помощью, господи, к России за военной помощью, потому что его хотели, значит, режим просто уконтропупить, как и Каддафе, как и, значит, Саддама Хусейна, значит, американцы вместе с НАТО. Вот и все. И наши русские откликнулись, полетели туда и, так сказать, начали утюжить там не террористов, которые американцы спонсировали, и все подряд там было. Поэтому мы можем снять отдельное видео о Сирии, если вы хотите. Но говорить, что кто-то на кого-то напал, что Россия напала на Сирию, ну это просто бред сивой кобылы абсолютно, просто бредятельно натуральное. Я вас призываю все-таки быть сдержаннее и проявить уважение к человеку, который погиб, значит, в любом случае. И если вы хотите какую-то тему рассмотреть, то написать ее, и мы обязательно рассмотрим. Но не валите все в одну кучу, в одном видео. Тут же начинать противопоставлять, что а вот Кавказ, давайте все случаи за 20 лет вспомним, как кто где кого убил. Кавказцы русского, русские кавказцы. Я вчера сказал в видео, я же сказал. Неважно, и ему наверняка было, и мне лично. У меня много друзей на Кавказе, много. В Чеченской республике у меня много друзей, в Дагестане много друзей. В Ингушетии у меня тьма друзей после того, как знакомых и друзей после того, как я осветил там события, которые происходили. Понимаете? Много. В Ставропольском крае. Мне из Ставропольского края пишут, что мы, получается, тоже лица в Кавказ конечности. Но я же в видео сказал, ну что не смотрите, что у нас в 95-й год вернулся. На 95-м году с кем война была? С Ставропольским краем, что ли, или что? Ясно это, что это Чечня, Дагестан, значит, там Ингушетия. Вот эти вот республики, которые, значит, понимаете в чем дело, нет? Ну вы как-то маленько, ну я понимаю, понедельник, утро может быть сложно. Значит, я еще раз скажу, и в этом видео, вчера я был излишне эмоционален, но тем не менее, это мой землят, во-первых. Это раз. Второе, я приношу соболезнования родным и близким этого парня, молодого. За что, вы спросили в комментариях, а за что его награждать? За что его давать ему, за что героя давать? А я вам задам вопрос встречный. А вы знаете много людей в наше время, молодых людей, которые идут с девушкой полдвенадцатого ночи, первого июня, когда пьянь по кабакам и папам сидит? Особенно в Путилково, где 10 кавказцев сидит, бухает, да? Вы знаете много молодых людей, которые оставят девушку рядом, пойдут и, когда увидят, что неравный бой 10 на двоих, пойдут и начнут разнимать. Знаете много таких людей? Я нет. Вы пойдете? Да вы обосретесь на своей лавочке или на своем диване, в штаны наложите, в комментариях сидеть только. Вы мне-то, если попались на глаза, все, кто комментарии пишет, оскорбительные в мой адрес, вы побоитесь передо мной встать в глаза посмотреть, вы только можете комментарии писать. А уж пойти разнимать 10 против 2, это, знаете, это у нас вообще один человек из миллиона проходящих мимо. В Москве, знаете, у меня какие истории были? Разные были. Меня в Царицын, знаете, нас утюжили так, на, значит, ЖД-станции. Я ехал поздно, у меня в час сорок была электричка ночи, в Подмосковье. Так меня так утюжили облавку. И трое выходов с Кавказа было, хочу вам сказать, дорогие друзья. И народ стоял, народ и стоял, и ходил, и все. Хоть один подошел человек, как вы думаете? Когда они ушли уже, тогда подошел. А так боялись, боялись. А чтобы кто-то в открытую подошел вот так, когда 10 человек утюжит двоих в Путилково, и пошел разбираться, да, остановить это все. Хотя люди видно были, что наверняка они трезвые. 1 июня, праздник наверняка выпили. Да никто бы из вас этого не сделал, понимаете? И вы обсуждаете, за что ему герой... Да хотя бы за неравнодушие, которое в нашем сейчас мире, в сегодняшнем дне, окружает нас повсюду, равнодушие друг к другу. Дверь захлопнул, и пусть там кого хотят убивают в подъезде, а не выйду в подъезд и не буду разбираться, да? Поэтому героя не за то, что он бывший спецназовец, а за то, что он сделал то, что должен сделать нормальный, воспитанный человек. Пойти и пытаться разнять эту толпу, чтобы двоих там не уконтракупили в конец. А у нас культ равнодушия, понимаете, друг к другу, абсолютно. Тем более в Москве. Вы вот сейчас в регионе сидите, вы знаете, что вы выйдете там, остановите там, знакомые есть, еще что-то. А когда ты приезжаешь и в Москву приехал, у тебя знакомых нет, некому даже позвонить, еще что-то. Да, наверняка нужно было отойти в полицию и вызвать еще что-то. Но, значит, я считаю, что это геройский поступок в наших реалиях. А что, не геройский разве это поступок в наших реалиях? Что, будете полдвенадцатого с девушкой идти, десять человек двоих бутузят кавказцев около паба, и вы побежите все, каждый первый разнимать эту толпу? Да никто не пойдет. Штаны наложат все. А я, между прочим, получил тогда из-за того, что они трое пристали к девушке на станции. Она стояла одна, в Подольск ехала. И из-за этого огребся там. Так огребся, что дай бог. Понимаете, да? Поэтому я знаю это, как это происходит. Я там был практически на этом месте. Только ножа тут, слава богу, не было. Так бы и сейчас я здесь не сидел. Поэтому я знаю, о чем я говорю. Значит, и вот какие новости последние. Дело все в том, что Следственный комитет взял под контроль по Московской области убийство, возбудил уголовное дело, как это полагается. И личность одного из нападавших установлена. Это сотрудник ПАБа. Это меня больше всего поразило. То есть один из нападавших на этих двух, соответственно, и потом на Никиту, этого парня, бывшего спецназовца. Это сотрудник ПАБа вообще. То есть это люди, которые наверняка пришли друзья этого сотрудника ПАБа. Или они общались там, познакомились. Я не знаю, как это происходило. Но это вообще сотрудник ПАБа. Поэтому, когда говорят, что сотрудники ПАБа не вызвали ни полицию, не пытались разнять. Они не то, что не пытались разнять. Они пытались еще и, значит, вдогонку добавить по голове. Поэтому ПАБ в любом случае весь расформировать, закрыть к чертовой матери этот ПАБ Кудилкова. И, значит, нашелся, значит, нашелся свидетель. Один из случайных свидетелей рассказал о последних минутах жизни молодого человека. Мужчина вспомнил, что в разгар драки прозвучало несколько выстрелов. После чего агрессивная толпа разбежалась. И на месте остался один пострадавший. То есть он зашел в толпу народа. Десять человек, выходцев из Кавказа. Значит, и произвел несколько выстрелов из травмата, по всей видимости. Они напугались и разбежались в стороны. Потому что поняли, что начинаются выстрелы. Значит, но так как разбежались, видимо, не все, кто-то, так как народу было много, темно, кто-то успел ему вставить нож в сердце. Вот он сделал после этого несколько шагов и упал. Значит, он пытался звать на помощь, но упал, сделав несколько шагов, говорит свидетель. Вот он что пишет. Я сидел на лавочке, и все произошло за считанные секунды. Какая-то толпа била двух ребят. Он же сидел на лавочке. Он же не пошел разнимать. Правда, нет? А этот пошел. И вы меня спрашиваете, за что ему давать героя? Парень просто хотел разнять. Просто хотел разнять. Как будто просто разнять 10 человек, которые сбивают двоих. Мы подбежали. Он потом пошел в нашу сторону и просто упал. То есть он пошел к людям. Он понял, что у него нож в сердце торчит. К людям пошел. Он еще что-то... Мы подбежали и увидели, что у него в руке был пистолет. Это значит, что он произвел несколько выстрелов. Предупредительных или я не знаю там. Люди просто встали и боялись подойти. Люди просто встали и боялись подойти. Так как у человека палец был на курке. То есть он уже не мог разжимать пальцы. Все уже. Это уже начинаются предсмертные все вещи. Понимаете? Они, наверное, тоже не понимали, что у него. Как он, видимо, может быть, в состоянии был таком уже. В каком состоянии, если нож в сердце торчит. Дальше он упал. Я подошел, он пишет, пнул ногой оружие подальше. Пытался оказать помощь. Но он умер у меня на руках. Он пытался вдохнуть. Вдохнуть пытался. Но, к сожалению, такая ситуация произошла и так получилось. Рассказал о чрезвычайной стратегии Федор Соколов. Сердце, нож если торчит, как там можно вдохнуть? Молодой человек отличался патриотическими взглядами, твердыми представлениями о чести. Так? Значит, я вам что хочу сказать. Я говорил о том, что это 10 лиц кавказской внешности. И мне там в Ставропольске... 10 лиц кавказской национальности. С кавказской внешности. Выходцев республик Северного Кавказа. Как угодно хотите, говорите. Но... Здесь, по сути, нет разницы. Потому что бывают и футбольные фанаты 10 на 2, и что-то еще. По понятиям улицы, да, 10 на 2 это беспонтово, извините за выражение. Да? 2 на 2 надо, чтобы было. Если так происходит. 10 на 2 так не делается. Это называется избиение. 10 человек на двоих. Поэтому я и сказал, что в данном случае, в данном случае, когда я прочитал, что это 10 кавказцев, мне стало неудивительно, почему 10 на 2. Потому что они любят драться толпой. И не любят драться один на один. Это мне тоже хорошо известно. Будучи проживающим человеком в Москве. Поэтому я вам хочу сказать, что... Я заострил на этом, значит, внимание. Потому что очень много происходит. Около Павелецкого вокзала съездите, посмотрите. Если кому интересно. Около Павелецкого вокзала. Сюда вот есть улица, Кожевническая. Заканчивается направо, она кафешка дяди Сэма. А сюда чуть ближе есть хинкальная. Ремонт сотовых телефонов и еще что-то. Так вот там точка, где стоит выходцы из Кавказа. И там каждый день криминал происходит. Там или телефоны отжимают, или наркотой торгуют, или еще какой-то хренаденью занимаются. Я ходил в зал там, я постоянно видел взгляды этих людей. Понимаете? Эти взгляды людей, они далеко не доброжелательные. Днем, посреди Москвы. Понимаете, в чем дело? И если я представить бы, там 10 человек избивали двоих от славянской внешности. И вдруг человек вкупился и с пистолетом начал, значит, производить выстрелы. И они представляли, они могли там не то, что нож достать. Они из автомата перестреляли половину там прохожих. Понимаете, о чем я говорю? Вот об этом я и говорю. О поведении, о котором вопрос уже не раз поднимался. О поведении людей из Кавказа, молодых парней в основном. И Кадырова я вспомнил в лексиконцепте того, что он не раз призывал вести себя нормально. Сообщал о том, что те, кто будет вести себя ненормально, значит, он их будет отзывать обратно. И я считаю, что это правильно. И в том, что они по-другому стали себя вести в Москве. И у меня с одним был разговор, когда я сказал, что лидер ваш. Он сразу напугался, он сразу присел. Все, а, где, что, понимаете? Они боятся, боятся, поэтому ведут себя по-другому. Он там добился своего, чтобы они вели себя по-другому. Вот в этом я сказал. Поэтому не надо смешивать все в одну кучу. Это трагическая, трагическая новость. Он действительно герой. Он не просто, что он в Сирии был, понимаете? Он приказ выполнял. Пацан, выполняющий приказ. Он контрактник, да, он пошел работать, деньги зарабатывает. Но я вам хочу сказать, что приказ если отдали, он едет вне зависимости от того, хочет он туда ехать в Сирию или нет. А вы знаете, что спрашивали у многих вояков, многие говорили о бессмысленности этого и о том, что многие туда ехать вообще не хотели. Но они выполняют приказ, у них у всех есть семьи, девушки. И все они также зарабатывают деньги. Понимаете, в чем дело? Это их профессия. Но он, самое главное, не был равнодушием, то, о чем мы говорим каждый день, о неравнодушии в повседневности. Он проявил неравнодушие к тому, что двух людей славянской внешности избивают десять людей кавказской внешности. Понимаете? Вот все, что я хотел сказать. И вот этим для меня он герой. Тем, что мой земляк не прошел мимо. Тем, что он пошел. И тем, что его взяли и так вот пырнули ножом в сердце. Они мало того, что двоих десятером гасили, так они еще и этого ножом в сердце пырнули. Безусловно, я тоже не очень понимаю, спецназ ГРУ, это элита страны. Как он мог не оценить ситуацию до конца? Как он мог не вызвать соответствующую службу, позвонить быстро? Или что-то еще сделать? Да, можно было просто полицию вызвать. Отойти в сторону, вызвать полицию. Потому что, если ты видишь трое, там, где уже одно, как у меня было. А если увидеть десять человек, избивают двоих около паба, явно они, если паб, можно сделать вывод какой? Не надо быть специалистом, что они могут быть нетрезвыми. А если они нетрезвые, то ты с ними нормально не поговоришь. И, как правило, у них есть пистолет, у них есть, значит, нож. У лиц кавказской национальности, которые, значит, по Москве ходят. У них есть биты в машинах, понимаете? А что это? Почему об этом нельзя говорить? Я ничего не могу понять. Это так и есть. Так и есть это. Поэтому я могу сказать, что это ужасно, это чудовищно. И, наконец, нужно поднять вопрос, более остро поднять вопрос, значит, о поведении лиц с Кавказа, которые приезжают в Москву. И о том, что происходит вообще в Москве. Вот какой вопрос. А если вы хотите сейчас опять поговорить о том, что трое полицейских убили кавказца, там другое дело, давайте другое видео снимем. И в другом видео обсудим поведение по отношению к лицам, приезжающим с Кавказа. Да? Но опять-таки еще раз говорю, поезжайте теперь на Комсомольский вокзал. И на Комсомольском вокзале постойте полчаса, я это делал. И посмотрите, как всех прибывающих в стран ближнего зарубежья и дальнего, значит, крышуют здесь же кавказцы. С Северного Кавказа. Сразу берут их под ручки и дают, значит, документы разрешительные, отправляют на стройки, распределяют. Там у них прямо офис на Комсомольском метро. Метро Комсомольское. Они прямо там шныряют туда-сюда. Понимаете, в чем дело, да? Поэтому еще раз говорю, надо остро поднимать этот вопрос. Остро поднимать. И еще раз говорю, чтобы молодых ребят не убивали. Потому что понятия разные. Десять славянской внешности, например, да? Я не делю русский, не русский. Мы все русские и все россияне. У нас один народ и одна нация. Я против того, что вы говорите, надо Кавказу стать в покое, надо с ним спокойно отделиться. Это исконно русские земли. И они будут русскими. И наши предки не зря проливали кровь во воинах и во всем. И, значит, мощь страны прирастала новыми территориями, новыми народами. Со своей богатой культурой, со своими прославленными сынами и людьми. Я сверх уважительно отношусь к народам Кавказа и ко всем другим народам, проживающим на территории России. Никогда не разжигал никаких межэтнических конфликтов или еще чего-либо. Я сверх уважительно отношусь. У меня колоссальное количество друзей среди этих народностей. И они все честные, чистые люди. Понимаете, в чем дело? В семье не без уродов. Поэтому я только говорю о том, что в Москве вообще происходит. Там не только лица из Кавказа ведут себя так. Но в данном случае мы постоянно видим, что лица из Кавказа. Мне казах правильно написал, что у нас в Казахстане мы живем мирно. Потому что они знают, что если что-то они сделают, мы казахи так поднимемся, что хреново им будет. И, соответственно, с нашей стороны также мы знаем, что если что-то мы сделаем, они поднимутся. А вы как-то вот, ну не поднимаете. Понимаете, вот в чем дело. Безнаказанность порождает безответственность. Они в десятером пинают этого двоего, этих двоих, и нож тыкают в сердце молодому Сибиряку, который пытается их разнять с травматом. Они втыкают и бьют в десятером, только потому, что они знают, что они позвонят, и еще 200 человек приедет. А русских, они будут, вы сидите, будете по квартирам смотреть. Из окна. Или на лавочке. Понимаете, в чем дело? Просто разнять, как он пытается. И будете писать там комментарии. Да как же так? Откуда он? Да что он за герой там? А ты что, герой сидел там где-то? Вот в чем дело. А если бы сейчас вышел человек, тогда, в ту ночь, когда увидели драку или что-то. Чек 100 в славянской внешности. Разогнали бы и все. Тогда бы другие задумались. Слушайте, мы сейчас драку тут организуем. Так они поднимутся. А вы сядете, памперс одев, смотреть из окна. И боитесь выйти, потому что знаете, что вас могут убить. А он не побоялся, и убили его. Да, беспечно. Беспечно, молодо, зелено и все остальное. Но, тем не менее, он попытался что-то сделать. Чудовищная ситуация. Нужно делать выводы и делать программу. Программу воспитания, значит, приезжающих в Москву. Прямо всех, кто приезжает в Москву, обязать проходить специальные курсы. Потому как вести себя в столице нужно. Это раз. Два. Я считаю, пабы все необходимы вообще закрыть. Пабы, эти клубы. Запретить продажу алкоголя, по крайней мере, не закрыть. С 10 часов вечера. Все. Днем хочешь прийти, приди и выпей. Днем 10 человек не соберется. Никогда 10 человек не соберется днем. Если соберется, то они напиваться не будут. Вокруг прохожие, полиция, все работают, все. Понимаете, в чем дело? Поэтому я вам хочу сказать, что 1 июня усиленные наряды, усиленное все. День защиты детей. Где полицейский там рядом? Патруль какой-то должен проезжать, постоянно патрулировать местность. В день защиты детей, мало ли. А вдруг ребенок шел бы мимо? А эти выпившие люди что-то сделали бы с ребенком? Тогда чтобы было. Поэтому в барах, пабах, клубах я за то, чтобы запретить продажу алкоголя с 10 вечера вообще. Приходят молодые люди и начинают там, значит, вакханалией заниматься. Бухать, курить и все. Кальяны, все. Все запретить с 10 вечера. Хотите, приди в 5 часов, в 6, в 7. Ни у кого желания не будет, никто не пойдет. А с 10 запретить. Колокольчик, дюшес и, значит, тархун. Три напитка продавать. Все. Три. Колокольчик, дюшес, тархун. Тогда бы никаких драк не было и поножовщин. Во всем виноват алкоголь опять. Алкоголь во всем виноват. У нас на Руси одна беда. И вы знаете какая. И по синей волне все это случается. А потом все за голову хватаются. Я не помню, что было. Помнить надо. Трезвый образ жизни вести. И тогда не надо будет вот такие вот мне снимать видео и все. А то, что кто-то пишет хайпажор или что-то еще. Я вам в глот какое-то слово засуну хайпажор. Еще раз напишет. Потому что это мой земляк Сибиряк. И он пошел и геройски поступил. Не важно где он там служил или не служил. И кто там кого избивал. И рассматривайте его поступок. И это сообщение, эту новость. А не все остальное примешивайте сюда. Еще давайте примешайте. Давайте примешаем голос сюда. Еще кого-нибудь. Это другая совершенно абсолютно новость. Что вы сюда все подряд скидываете. Я говорил и буду говорить об этом. Потому что это важные новости. Хайпажор. Всем пока, ребята. До встречи. Я надеюсь, что власть сделает какой-то вывод из этого. Потому что уже за последние 20 лет задолбало смотреть и читать новости, когда вот такое происходит. Еще раз говорю. И может быть специально. Может быть еще что-то. Но акцентируется внимание именно на том, что кавказцы это были. Сделали кавказцы. Там кавказцы. Здесь кавказцы. Еще раз говорю. Я своими глазами видел. Езжайте на Павелецкий вокзал. Хайпажор на Кожавническую улицу. Вас в нем там тромбанут. Просто так. Чтобы отжать телефон. Всем пока, ребята. До встречи.